Добро пожаловать в Казахстан! Сет, правда начали чуть попозже, но это их личное дело, в принципе, не нам их судить. У команды ЕГЭ, уже в пике, Фейслес Вой для Юниверса, Сумаил, забирает себе Зевса, Фир играет на Тролль Варлорде, Пипи Дина Шейкере и для Скайрос Мага, Скайрос Маг точнее у нас для Ауи 2000. Ну и со стороны команды Тинкер, Дазл для Пайлайдая, Блэк играет на Снайпере, Пинк Панда играет на Леоне Койква, забирает себе Легион Командера и Бристл Бэк для Бульбы. Посмотрим вообще, ощутит ли команда Evil Genius своих соперников, потому что по уровню, конечно, тут разбой огромнейший. Команда ЕГЭ намного сильнее, чем Тим Тинкер, это даже не мое личное мнение, которое, безусловно, является объективным. А вот это, я думаю, что все-таки показатели, все показатели в мировых чемпионатах, в статистике игровой каждой из команд, ну, ЕГЭ тащат, тут без вопросов. А вот Тим Тинкер, если и тащат, то, наверное, одну из четырех каток. СНГ коллективы, как хотят, имеют у нас Тинкеров. Европа тоже с Тинкерами не осуществляет. Ну, Блэк вон просто колбасится. Блэка веселье, Блэку нравится то, что он делает. Блэк сливает все игры, но Блэку нравится танцевать на снайпере. Ну, а с другой стороны, такая веселая шапка, чё б не потанцевать-то. Ну, посмотрим, как он потанцует через минут 20-30, когда ЕГЭ будут заходить на хэкграунд и сносить рун команды Тим Тинкер. Юниверс отправляется у нас на нижнюю руну фиссурой, просто перекрывает у нас ППД путь к руне, всё. Бой за руну закончилось. Сумаил забирает руну на топе, а на нижнем лане, точнее, Абульба. На Бресте берёт руну на топлейне. Пайлайдай отправляется вместе с Бристом в сложную. Наверное, всё-таки-то правильное решение, потому что самого Бриста там расковыряют точно. Ауи 2000 жизни ему не даст, ну и Фир с руки Бристу на первых левелах так точно расскажет очень много чего интересного. Леон для Пинг Панды, ну и Койква здесь будет фармить. А в мид отправляют Блэка. Обычно Блэк у нас в лёгкой фармить, теперь вот решили Койкву отправить сюда, Койква на Легион Командер. Сумаил в соло против Блэка на мид лейне. Сумаил на Зевсе. Уже второй, практически третий левел у Блэка. Только-только второй левел. Как это получилось? Да просто очень получилось. Сумаил взял руну баунти. Ну всё, по лайнам разошлись. Тут, в принципе, первые выходы возможны, но, наверное, чуть-чуть попозже с приходом ППД на лайн. Пайлайдай пошёл гонять Ауи 2000. Фир, в принципе, Бриста практически не ощущает. Тут Фируй подходить не надо, он с рейнджа нормально себе фармит. Мурба тоже относительно спокойной ситуации. У него фармить можно и фармить можно спокойно. Легион Командер на первом левеле. Стрелы уже вкачала. Юниверс через таймлэпс и через таймлок идёт. Ну разошлись вообще закрипов с обратной стороны. Что Юниверс, что Койква. Койква начинает настреливать у нас по Юниверсу. Проходит пассивка, ну и отъедается Легионка. Тут, в принципе, если один в один стоять, у Вайда на ранних левелах будут проблемы 100%. Если только не прокнет какой-нибудь таймлок нон-стоп. И если там не будет бэктречиться всё, что вообще Койква может нести. Ну вот, пожалуйста, второй удар и сразу баш. Процент, конечно, ничтожный. Тут 10% шанс. И тем не менее. Фейслес Войд, кстати, у нас одет как, ну я не знаю, как внешний долг какой-нибудь страны третьего мира. У Юниверса, давайте посмотрим. Вот эта ерунда, по-моему, около 70 долларов стоит. И вот эта 130 стоит. Тут 200 долларов просто одежда Юниверса до матча. Вышел тут такой козырный-прикозырный. Юниверс отцепляет у нас Пинг Панда. С иллюзией начинает настреливать. Юниверс разваливает иллюзию. Ещё один удар иллюзии. Иллюзия умрёт. Но в итоге нашёл настоящего. Пошёл наваливать по нему. Юниверс без печали абсолютно. Бульба на лоу ХП под Грейвом. Ну, Бульбу должны разваливать. Да, здесь голуби в спину. Всё, Бульба отвалился. Фир на лоу ХП. Живёт пока ещё, но подойдает. Тут, в принципе, короткий разговор с ним имел. И Пипиди на лоу ХП отваливается у нас с лайном. Правда, не умирает. А просто отходит немножко. Подхилится. Один в один разменялись на топ-лейне. Но ФБ забрали ЕГЭ. Для кого? Конечно же, для Скайра с мага. Кому ещё можно отдавать фёрстблат в важных матчах? Юниверс. Шесть на один по крипт стату. Что у нас тут у Койквы? У Койквы одиннадцать на пять. Ну, то, о чём я говорю. Легион нормально себя чувствует. Гораздо лучше, чем это делает Юниверс. Юниверс все скиллы в один. Ещё купил себе орпов вином, чтобы Пинг Панда не сильно от него бегал. Но у него есть сапог, а у Юниверса сапога нет. И Юниверс сам, как сапог, сейчас на лайне. Койквы с первого удара баш. Ну, будет комфортная ситуация будет на лайне. Тут особенно ничего ему не у Бульбы, точнее, а у Фира будет комфортная ситуация на лайне. Два саппорта не позволят здесь умирать Фиру. Тут надо очень сильно постараться, чтобы Фира расковыряли. Если, конечно, ничего феноменального здесь не произойдёт. Если не пойдут просто-напросто в какую-то авантюру игроки команды Evil Geniuses. У Юниверса, как там, 12 на 2. У Койквы, где, кстати, он? У Койквы 17 на 6. Банка появилась. Ну и постепенно руны Койква собирает. Ну что, будут пытаться забрать Юниверса, как я понимаю? Койква заходит в спину. Таймбок у Юниверса есть. Причём вкачан в 2. Тут всё, в принципе, на подсейв. Ну и что, Койква не атакует, просто отошёл подальше. Кстати, я вот не очень в курсе, что происходит с руной богатства. Почему её не юзают сразу. В чём, собственно, проблема. Почему нельзя руну богатства сразу проюзать. А надо ходить с ней, как будто она, не знаю, дорожает, пока лежит в банке. Бристлбэк уже 12 на 1. Бульба, в принципе, комфортно себя чувствует на топ-лейне. Вроде бы и харда, вроде бы можно стоять и фармить крипов. Причём делать это безнаказанно. У Фира, конечно, ситуация получше. 26 на 5. Но у Бульба тоже неплохо. Для оффлейна 12 крипов за 5 минут. Весьма неплохой показатель. Бульбу цепляют здесь через фиссуру. Замедление пошло по нему. Ну и отходит отсюда. В принципе, можно и под Грейвом попытаться развалить его. Одну Фир очень сильно просил. На нём уже 4 спрея. Это вот, в принципе, и Бульба может Фиру нормально навалять. Сейчас спреи спадут. Можно будет атаковать уже. Как-то очень быстро цепится у нас тролль Варлорд. Койква по фарму. 29 на 8. Практически так же, как Фиру. Фира 30 на 6. Соло, конечно, Юниверсу очень сложно. Так, подхилл пошёл от Легиона на саму себя. Драка с Юниверсом. И Юниверс, странно, почему не проседает у нас по ХП. Ну, потому что Пурманшилд, наверное, у нас у Юниверса. И... В принципе, где-то что-то там забэк... Забэктречил. У Койквы 33 на 8 по Кривстату. Сумаила, как там дела? 30 на 2 у Сумаила, а у Блэка 27 на 5. Ровно идут. ДД от Койквы. В боттл. Ну и посмотрим. Будет, скорее всего, заход в спину Сумаилу. Сумаилу надо бы это понять. Нет, это понимает Койква. Ульта сразу же от Сумаила куда-то исчез Койква. И примерно теперь Сумаил понимает, что могло бы его ожидать. Койква, правда, дальше не пошёл. И, наверное, правильно. Если бы ульту поймал под Тауэром, мог бы и развалиться. У Бреста 17 на 2. У Бульбы уже имеется Бутс оф Спид. Есть Белт оф Стрэндж. Ну и чуть-чуть там где-то накапало. Чуть-чуточку. Скоро появится ПТ. У Пайлайдая. У Пайлайдая нищенская абсолютно ситуация. У Легион Командер 1200 на руках. Ничего, в принципе, не имеется. Бутс оф Спид и Стаут Шилд для Койква. Ну, Боттл, конечно, тоже стоит считать. Транкл Бутсы для Пинг Панды. Бреста мы видели. И Снайпер Фейсбутс появится через 150 монет. У Ауи 2000. Сапог больше ничего. У Сумаила. Мидзевс. У него уже Солринки есть. Есть Бутс оф Спид. Ну и Боттл. Ну и еще такие там чуть-чуть где-то артефактов имеется. У Юниверса... Ну, в принципе, ничего особенного у Юниверса нет. Всего 23 крипа добито. Терпит он от Койква и приходит на подсейв Сумаил. Будут пытаться забирать Легион Командер. Вижена, как я понимаю, нету. Койква попадает у нас в хрансвер. У верхняя по нему пошла. Еще парочка нижних. И, скорее всего, Койква заберут. Грейв на него вешает Пайлайдай. Сумаил на лоу ХП. Койква живет. Живет, отхиливается. И Сумаил, кстати, дерется у нас солов с Пайлайдаем. Вейв будет через секунду. Сумаил на лоу ХП. Ну, уходят. Не решили здесь драться, потому что маны у Дазла больше ни на Грейв, ни на Вейв не имеется. Ни на Грейв, ни на Вейв. Блэк на мидлейне. Уже несет себе фейсбутс, как я понимаю. Да, так и есть. Летит к нему Блэйдсов Атак. У Бульбы ПТ, у ППД ничего. У Фира фейсбутсы появляются. Ну и скоро появится Аквила. Так, на мидлейне у нас. Убили Скайрос Мага. Вышел Леон. Ну и забрали Скайрос Мага. Три-один. Тим Тинкер начинает немного, но все-таки уверенней. Давайте по Нетворцу глянем. На первом месте Койква, на втором Фир. Все, в принципе, нормально. Сумаил и Блэк делят четвертое, четвертое, точнее, третье место, соответственно. Бульба на пятом 2.200. Сложное насобирал. Ну, Фейслес Вайда чуть-чуть дела похуже, но, в принципе, ровненько. Тоже 2.200 имеется. Ну, ничего себе. Войт у нас опережает Бристалбека на половинку крипа. Ну, пока без каких-то явных выходов. Выходок. Что с одной, что с другой стороны. Разве что Пинг Панда переместился в мид. И там на миде смогли забрать Скайрос Мага. Ну, это небольшой, конечно, буст. Но, тем не менее. Юниверса оставляют в покое. Куда отправляется Койква? Койква отправляется на собственный фонтан. Ну, сейчас появится Даггер. Что, просто приобретет Даггер и не купит себе ТП? ТП ему покупают. Все, Даггер появляется у Легион Коммандер. 9 минут 30 секунд. Веселье для ЕГЭ началось. Врыв пошел у нас на Юниверса. Койква пока что не нападает. Я думаю, еще один спамчик от Койква. Стрелами. А там уже посмотрим. Там уже... Да уже, в принципе, отваливается у нас потихонечку Войт. Войт пошел разваливать Пайлайдая. Ну и Брис погибает здесь от Фира. Пайлайдаи дерется с ППД. ППД, кстати, в киксе бегает у нас от Пинг Панды. Блэк приходит сюда. Пайлайдая, наверное, заберут. Фессура по Панде. И также фессура у нас по Блэку. Минус 2 пока со стороны команды ЕГЭ. В кого у нас ультит Снайпер? Ни в кого пока. Вижена просто нету Снайпера. Все перезаряжает, перезаряжает. Зато как классно у нас Блэк танцевал в начале матча. Это просто великолепно было. 3-3 становится счет. Два фрага ЕГЭ забирает. И Тим Тинкер ничем ответить не смогли. Бульба перемещается на мидлейн. Сумаил собирается с ним драться. Не знаю, по шансам ли у Сумаила лоу ХП. Но Сумаил, скорее всего, приехал. Да, еще один спрей. Сумаил рассыпается. Странный мув от мидера команды Evil Geniuses. Просто пошел и подарил самого себя Бристлбеку. ЕГЭ, я так понимаю, не хотят быстро выигрывать. Хотят затягивать игру. Ну, пожалуйста. Легион Коммандер от Койква уже практически девятый левел. Можно, я думаю, нападать на ППД. ППД, наверное, погибает, если прыгает с даггера у нас Койква. Ну, надо еще, конечно, артефактов на дэмэдж каких-то серьезных Легион Коммандер. Потом, ну, опять же, есть ульта, есть даггер. Дополнительного дэмэджа для Легион Коммандер пока не имеется. Отправляется на мидлей. Будут с Сумаилом здесь состязаться. Сумаил должен понимать. Должен, но вроде бы не понимает. Ну, надо просто дождаться пачки крипов, и можно будет врываться. Сумаил притаился в лесах. Не готов он, в принципе, выходить на линию, пока нет вижена. Все, увидели у нас Койку, прокликали. И понимают теперь, что мидлейн, в общем-то, в безопасности. Зевс продолжает фарм. 65 на 2 крипстат у нас у Сумаила. 71 на 21 у Фира. Фир пока в топе по Нетворсу. Проигрывает ему только Койква. Точнее, близко к нему только Койква и Снайпер. А так-то Сумаил далековато от собственного тиммейта. Второй, третий за командой Тинкер. В любом случае, Фир фармит, и все у него хорошо получается. Прилетает ему что? Квилинг Блейд прилетает у нас Фиру на 13-й минуте. Надоело не добивать крипов. За 13 минут 72 крипа. Не лучший, конечно, показатель, при учете того, что против, что с триплой стоял у нас Фир. Можно было и побольше. Тут крипов 90 должно было быть при нормальном фарме. Ну, то есть, как нормальном, идеальном фарме. Прилетает сюда Бульба. Будут пытаться забрать Фира. Есть информация, что команда ЕГЭ разошлась по лайнам и на топе никого нет. Ну, под сейв должен быть в любом случае на Фира. У Фира, кстати, и ТП нет. Если что, улететь из кустов. Если зайдут в спину, то заберут его. Бульба уводит крипов. Ну и все. Будут подпушивать по таверу. Ульта пошла от... Снайпера Фира. ХП немножко подсбили. Ну и все. Фир бежит отсюда. Бульба за ним. Впятером выходят на... Т1. Койква под смоком. В кусты. В кусты. И просто будет пытаться поймать здесь Легион... Эээ... Поймать здесь Тролль Варлорда. У Койква Даггер через 3 секунды откатится. Если будет Дэнайт у нас Фир, Фир умирает. Хотя нет. Летит уже сюда Юниверс. Койква не знает, что делать. Агрит на себя Фира. Ульта пошла от Койква. И Фир умрет ли, не умрет ли. Да. Нет, дуэль не выиграна. Легион Командер не выиграл дуэль. Фир умер, конечно, но уже после провязанной дуэли. Бульба начинает наваливать по Сумаилу Мистик Флеер. Ему под ноги плохой. Мистик Флеер от Ауи 2000. И за это он может поплатиться. Ауи очень сильно сыпется. Сумаил. Верхняя, нижняя. Койку разобрали. Ой, Койку. Никакого Койку Бульба разобрали. Но тут и Койку разобрали. ЕГ подрались. 2 в 4. 7-7 становится счет. Ну и Даззл еще и Войда забирает. 3 в 4 по факту. Смотрим Fight Recap. Ну и побольше заработали Evil Geniuses. Они были недофармлены. Плюс один фраг еще для них. Ну по золоту где-то 700 преимущество свое определили. Ну и по экспириенсу тоже. Тут где-то 600. Ну это маловато. Конечно, по золоту 700 это неплохо. Общие графики. ЕГ на 500 опережают своих соперников. По экспириенсу на 2000. ЕГ тоже впереди. Универс отправляется на мидлейн. Бульба уже готов с ним посоревноваться. У Универса, кстати, таймлок в макшен. Бэктрек всего лишь в один. Ну и таймволк тоже. Максит у нас Фейслес Войд. Уже промаксил Хроносфера. Также для Войда. Фир отправляется на эншентов. Ну скучно фармить на линии. Пошел ковырять эншентов. Сумаил отправляется на топ. Свой лейн отдает у нас Войду и ППД. А где Войт, кстати? Куда Войт делся? Я также могу прокликивать. Да. Войт отправляется в собственный лес. Все вообще перемешалось. В составе команды ЕГЭ отправляется Сумаил на мидлейн. У Сумаила есть Даггер. Вот так Зевс решает данный вопрос. В принципе, есть Солринг, есть Аркан Буцы. Боттл имеется. Ну, по мане проседать не должен на ранних левелах. Верхняя промакшена, нижняя промакшена, пассивка в один. Ну и второй ульт уже для Сумаила. Тим Тинкер топчется в своем лесу. Не выходит пока что КГ. Готовы врываться Сумаил. Врывается у нас Койку. Ну, дают ему инвиз. Хотя что этот инвиз, в принципе, при наличии Сумаила? Мистик Флеер у нас прошел в Леона. Леона разобрали. Юниверс потратил на одного Леона купол. Наверное, хотел Койку поймать. Не удалось. По итогу файта забрали с Леона всего лишь 390 по золоту. Ну, это Леон. В принципе, Койку, кстати, может на Фира напасть. Если, конечно, у него нет инстинкта самосохранения, то да, может и напасть. ППД недалеко. Тут, в принципе, разбирают у нас без вопросов Койку. Ну, опять же, куда нападать, в принципе, Легион Командер. Тут пассивка в один вкачана. То есть, вампирик слабый и шанс слабый. Ну, отхилиться, в принципе, вряд ли получится. Да, надамажить может, конечно. Тут от дамаг, в принципе, не зависит от уровня прокачки. Но, тем не менее, Юниверс оцепляют. Бульба начинает у нас настреливать. Ульта будет ли от Койку? Да, пошла ульта от Койку, Finger of Death. Первая дуэль для Койку выиграна. Плюс 10 по демеджу. Бульба развлекает всю команду ЕГЭ. В это время сносится Т1. Блэк уже здесь. Шрапнель под ноги. Ну все, Т1 должны отдавать. Просто дефать попросту нечем. Тролль Варлорд сюда не ворвется. Да и нечем толком ворваться. ППД может у кого-то попытаться подстопить. Фессура пошла по Бульбе. Ну и зачем? Вообще непонятно зачем. В итоге Тинкера забирают Тауэр вообще без сопротивления. Койку на топ. 850 у него. В Курьере ничего ему не летит. Да и никому из команды Тинкер в Курьере ничего не летит. Давайте по вещам пробежимся. У Дазла. Медальонов Кураж имеется. Легион Коммандер 1000 после Даггера. Леон. Остается до Даггера еще где-то 500-600. Так, поймали у нас Пайлайдая здесь. Сам на себя Грейв, но у Пайлайдая не жилец 100%. Фессуры путь перекрыли. Да даже если бы не перекрыли, там в пятером бы забили его ногами без вопросов. Так. Дальше кто нам? Леон нам не интересен. У Бристлбека имеется Мека, Боттл и Пауэртретс. У Снайпера появляется Сенжин Яша. Это после Фейсбутсов. У Блэка нет Мома. И спасибо, наверное, Блэку за это. Потому что как-то подпредостал немножко Снайпер с Фейзами и Момом. Да, это очень действенно. Шрапнель, Мом, Фейзы. Но как-то сама вообще интересность Доты и разноплановость уходит в никуда. Пинг Панда огребает здесь от Шейкера. Юниверс, в принципе, не по шансам Юниверсу было добивать. Шейкер тут тотем не зря спрятал. Брист гонит у нас сразу троих игроков. Даже четверых игроков команды ЕГЭ. Ну, готовы подраться внизу Тинкера. Я так понимаю, ЕГЭ тоже не прочь. Баттл Транс через 5 секунд тут Фира будет. И тогда можно будет нормально меситься. Под смоком. Команда ЕГЭ. Есть Хроносфера у Фейслес Вайда. Пайлайдай. Цепляют Пайлайдай сразу же на себя Грейв. Хоть немножко здесь прожить. Но отрезали путь Фессурой. Дазла меняют вообще на пустоту. 8-11. ЕГЭ впереди. По Бульби. По Бульби пошла Хроносфера. Но здесь под ноги Шрапнели. Юниверс вообще недоволен тем, что сюда ворвался. Бульба в итоге забирает Вайда. ППД. Эхо слэм. Бульбу разобрали. Койква ульта в ППД. И это еще плюс дэмэдж для Легион Командер. Плюс 24 уже у Койквы. С руки весьма неплохой буст. 95 плюс 24 на 20 минуте. Ну, можно было и получше, но можно было и похуже. Поверьте мне на слово. Я пробовал. У Фира уже есть Яша. И готовится выйти в Сенч. У нас имеется Белт оф Стрэндж. Ну, еще немного осталось до Рецепта и до Угркл. Ну, как немного. Нормально осталось. Но, в принципе, Фир практически не отвлекается от фарма. Это для него минуты 2-3, наверное. Для 20 минуты неплохой запак. На первом месте, кстати, Поннет Ворс у нас. Зевс, который неплохо так проигрывал. Бульба сыпется. С верхней, с фиссуры Бульба разваливается. Это при том, что еще подхиливает его Койква. Скайрос Мак. Четвертый фраг для него. 5-1-4 идет у нас. Ауи 2000. Сумаил, как там себя чувствует. 4 на 2 у него КДА. Есть Даггер. Есть Вейл оф Дискорд. Вот такая сборка от Зевса. В общем-то, даже немного удивительная. Да, там Вейл оф Дискорд, в принципе, полезен и нужен. Вейл оф Дискорд первым артефактом на дэмэдж даже немного удивительно. Обычно Вейл оф Дискорд появляется уже после Аганима. Если вообще на Зевсе он собирается. Потому что в основном вспомогательные какие-то герои. По типу Виномансера, который вроде как исключительно для саппортинга и для каких-то спл-офф одиночных и созданных локальных. Так, команда ЕГ выходит на Рошана. И Тинкера даже нос свой сюда не сунут. Они идут на Т2 на топе. Но есть время у ЕГ задефать свой Тауэр на топе. Под Смаком. Все за командой Тинкер. Произвали глиф. И что, побегут пешком? Нет, будут, я так понимаю, на миде драться. Т2, скорее всего, отдадут. Хотя нет, Тим Тинкер просто в рассыпную. Вижена не было. Не знают, что команда ЕГ под Смаком. Ну и что? И нарисовали уже ЕГ куда нам идти. Блэка должны ловить. У Блэка нет ни Эскейпа, ни Инвиза. Дальше, дальше, дальше. За Койква и Койква ТП-аут. Скорее всего, уйдет. Все ТП-аут. Блэк отсюда тоже должен бежать. Блэка примерно знает, где он Ауи. Нырнет ли в кусты? Нет, в кусты не пошел. Блэк забился в самый дальний угол. Пайлодай очень зря подхилил крипов. По-моему, это ошибка. Хотя нет, успевает Пайлодай отсюда уйти. Ульта от Зевса поздновато чекнула, где там кто находится. У Сумейла уже 1200 на руках есть. Я думаю, в Аганим есть смысл выходить. Все же в дэмэдж у нас пошел Зевс. А там, гляди, где-то и Рефрешер Орб замаячит. И двойной раз каст от Зевса станет вообще смертельным для команды Тинкер. Ну, для двух-трех героев это точно. Там еще до каста Даззлу надо будет Грейв бросать. Либо на себя, либо на Леона. Потому что это первые жертвы от ульты Снайпера 100%. Даггер появляется для Леона. Вообще, давайте по золоту глянем, что там. ЕГЭ 2 с копейками выигрывает у своих оппонентов. По экспириенсу где-то 7000 тоже в пользу команды Evil Geniuses. Какая-то затянутая немного игра. Я, честно говоря, большего напора ожидал от ЕГЭ. Сумейл перед тем, как заходить куда-то в кусты, сразу же чекает верхний. Нормальный сайвовый вариант. Сумейл. Две столы у него на руках. У ППД. До Даггера еще далековато. ППД ходит у нас с фировским топором. Ну и команда Тинкер просто отправляется на топ. Кто на топ, кто в своем лесу, кто на мидлейн. Нет вариантов встретиться с ЕГЭ на нижнем лайне. А ЕГЭ, в принципе, в пятером уже готовы спушить, я так понимаю, тавер по нижней линии. У Юниверса МОМ имеется. Глофс оф Хейст и Митрилхаммер есть. Уже, наверное, летит Майл Стром к нему. Да, так и есть. И рецепт на Бладстоун у нас для Сумаила. Только вот ничего, кроме рецепта и Соул Ринга у Сумаила пока что нет. Видимо, просто закупался на всякий случай у нас Сумаил. В принципе, здесь разбираются Аркан Буцы. Осталось совсем немного добрать до Сул Бустро. Бульба пошел подсейвить Т2. Фир по нему настреливать. Засловили у нас что одного, что второго. Бульба без Маны. Руну регенерации Юзайт. Ну и теперь Маны у него было бы, конечно, достаточно, если бы Зевс ему не сбил самой ту руну регенерации. Сумаил очень неприятен в данном контексте. Ну, не конкретно Сумаил. Да и конкретно Сумаил. Но больше, конечно, Зевс как персонаж. На мидлейн перемещается команда ЕГЭ. Ну и все, отправляются в собственный лес. Ну и здесь опять же Койква готовился, видимо, кого-то на руне поймать, но стоят ждут. Придет ли хоть кто-то брать руну. Кстати, у Зевса появляется Бладстоун. Ну и все, разобрал Аркан Буцы. Там еще немножко надо будет добрать, в принципе, Аркан Буцы восстановить. В сумму это уже вопрос такой, вопрос относительный. Легион Коммандер. Всего лишь 24 плюс демаджа за дуэли выигранные. Этого очень мало на 26-й минуте. Это вообще ничего, собственно. Войд разбирает Даззла. Где это? Где это? Где это я подпривтыкнул? Даззл умирает у нас на нижнем лане. Что он там делал? Не знаю вообще и знать не хочу. Почему Даззл у нас в соло на нижнем лане, когда вся его команда на топе? И только Блэк, кстати, мидлейн. У него ностальгия. Когда-то здесь был мой Тауэр. Когда-то здесь был Тауэр соперника. Нет, ничего не осталось уже. Блэк вряд ли фармить. Дадут ему спокойно на миде. Фир перемещается на Эншента. В ППД уже приобретает себе Даггер. Есть Солринг, есть Транквил Буцы. У Блэка 1800 после Сен-Жин-Яш. Еще и Мурдипмаск появилась. Мом пока себе не несет. Койква выходит у нас в БКБ. Уже готовый БКБ для Легион Коммандер. 27 минут. Даггер БКБ. Мало, конечно, но лучше, чем ничего. Вот по вопросам ничего. Пайлайда и Медальонов Кураж. Хотя нет, есть тоже, да, артефакты. Став у Физердри имеется ринку Фриген. Готовится Форс Став для Даззла. 11-й левел. Кое-как еще на плаву держится. У Леона тоже есть Даггер и Транквилы. Саппорты, что необходимо, вынесли. ППД ловит у нас Блэка. Сразу же врывается Юниверс. Мистик Флеер под ноги. Блэка разковыряли. Даже не пожалели ульту Шейкера. На одного несчастного Блэка все. Снайпер отправляется в Таверну. За него заработали до 1000 золота. По балансу где-то в пользу ЕГ капнуло. За одного снайпера. Юниверс дальше за Койквой. Ульта будет через 7 секунд. Цепляет Койкву. Батл Транс пошел от роля. Все очень и очень просто. Это еще дуэль у нас. Не проязал Койква. И, наверное, правильно сделал. Потому что подарил бы просто-напросто 14 демеджа своим соперникам. Юниверс дальше пошел. Келлинг Спри уже от него. Леона разобрали. Ну, в общей сложности троих героев забрали вот-вот за последний секунд 15 игроки команды ЕГ. Причем на разных лайнах. Блэка в миде. В лесу забрали у нас Легион Командер. И на миде продолжили свое наступление с Леоном. За Бульбой. Юниверс. Не хватает маны на хроносферу. Юниверсу. Кстати, у Вайда уже имеется Пойнт Бустер. Юниверс пошел на нижний лайн. Зачем, если нет маны? Что ты будешь делать? Просто бить рукой? Сумаил гонит у нас Пайлайдая. Сможет ли Пайлайдая сделать ТП-аут? Наверное, сможет. Нет, не сможет. На тебе Тотем по лицу. Ну и Юниверс вместе с Сумаилом забирают этот фраг. Сколько там зарядов? 9 зарядов в Бладстоуне у Зевса. Ульти, ульти, ульти. Койква, ульти. Шучу. Еще и снайперы расковыряли у нас. Ну, команда Тинкер сыпется. 30 минут сыграли ЕГЭ. И сейчас уже очень сильно обережают своих соперников. В каждом файте где-то по 500, по 600 по золоту отковыривают. По чуть-чуть, понемножечку. Ну и все. Два главных фармила на карте. Это Сумаил и Фир. Где-то приблизительно одинаково идут. У Зевса 13200. Ну и всего 14000 у Тролль Варлорда. Там снайпер. Топ керри в команде Тинкер. У него 11700. Юниверс на четвертом месте. 10500 насобирал. Уже готовый аганим у нас для Фестлесс Вайда. Ну, наконец-то, маны будет хватать на все, что ему нужно. Потому что по мане, конечно, Юниверс дико проседает. Постоянно бегает без хроносферы. То есть, она-то откэдэшена уже давным-давно. А вот маны элементарно на то, чтобы проязать хроносферу, не имеется. На Рошана перемещается команда ЕГЭ. Фир здесь. АОИ здесь. ППД здесь. Тинкер представления вообще не имеет, где может находиться. Команда ЕГЭ прокликивает у нас, как я понимаю. Да ладно, это не они вообще прокликивают. Но они привыкли, что Фир фармит Эншентов. Думают, и дальше будет фармить Эншентов. Но тут немножко покрупнее просто Эншент попался. А из него еще и Эггис выпал для Фира. На первом месте Тролль Варлор. 14 с копейками уже насобирал. У Сумаила 14 тысяч тоже по фарму. Не повезло ему в лесу. Тут на Големов попал. Сильно не пофармишь. Бутс оф Тревел приобретает Зевс. Никаких аркан здесь у Сумаила не будет. Он будет мобильный, будет по всей карте гоняться. Издевается над командой Тинкер. Чтоб там Грейп юзали, чтобы еще что-нибудь проюзали. БКБ в конце концов. Нравится Сумаила отменять ульту. Я такую ерунду наблюдал. Частенько с Магнусом. Красиво это смотрится. Стоит и танцует. Бьет по земле, бьет по земле. А потом где-то что-то не дожимает. Где-то Сочку забывает прожать. И все. И минус риверс полярити. И дерись потом без РП. Смотри какой у вас Магнус весельчак. Сумаил на топ отправляется фармить команда ЕГЭ. Забирает вражеских эншентов. Фиру своих мало. Свои просто-напросто надоели. Это при том, что совершенно одинаковые эншенты. Что там, что там. Но классическая схема. Хорошо там, где нас нет. Фир отправился на вражеских эншентов. Ну и к ним как-то потерял вкус. Пошел на топ. Попробую теперь на вкус Таура. Просто идет и месяц Соло Тауэр. Просто вообще без крипов, без никого. Не реагирует на крипов соперника. Побил Тауэр. Ушел. Тоже не понравилось. Сейчас пойдет бить деревья. И лень за землю потом начнет бить. Гейбан Юйла в конце концов. Вообще. Айс Фрога. Алтимей Торп уже имеется. У тролля Варлорда готовится выход в Айов Скаде. Как вам такой выход в Айов Скаде? Курьер просто не может у нас догнать Фира. Уже в Айов Скаде у него имеется. Фир провязал ульту. В это время Фейслос Войд развалил Легионку. Ну а Фир забирает Тауэр. Скаде к нему прилетает. Ну конечно по фарму он всех тут изнасилует. Это без вопросов. 12 тысяч у Блэка. И так посмотреть у Блэка вообще ничего нет. Блинкдаггер ничего толком ему не дает. Кроме перемещения. Фейсбутс бесполезный для него. Мордип Маск. Сама по себе кроме вампирика ничего. А на дэмэдж здесь Яша. В составе Сэнджин Яши. И Алтимей Торп дает плюс 10 по дэмэджу. Снайпер бьет у нас 150 с руки. Сколько бьет Тролль Варлорд? Тролль Варлорд бьет 220 с руки. И скорость атаки у Тролля гораздо выше. Ну что мега килл для Юниверса. Флэйн Войт уже вообще никого не щадит. Пошел дальше Юниверс. Посмотреть кто здесь есть на мидлейне. В это время падает Т2 на топе. Ульта Фира от Снайпера. Нет отменяется. Просто играется у нас с ультой Снайпер. Это супер да. Это супер какие-то игры. Блэк. Блэк у нас. Это Блэк. Я все. Я забыл. Это у нас Блэк. Это мейн пати бой вообще. Представляю как Блэк у нас зажигает. На вечеринках. Ну надел нормально собачью шапку. Пошел веселиться. Вся команда веселится. На. Вот так. Пожалуйста. Вы звуки слышите? Диджей Блэк. Ему вообще плевать на результат. Какой красивый Блэк. Шмальнул куда-то. Я даже не удивлюсь если он ни в кого не стрельнул. Ну на тебе Блэк. Как тебе такое? Теперь бы посмотреть на лицо Блэка. Доигрался. В принципе. Ультанул в никуда. Потанцевал. Ну и просто развалилось. Это напоминает мне ту самую картинку, когда юзала у нас. Кристал Мейден юзала свою насмешку. Делала ангелочкой. Ей на голову падает Кентавр. Топает. Разрезает ее пополам. И Тинни заваливается со всеми кирпичами. И нам просто красное пятно осталось от Кристал Мейден. Погуглите если что. Так. Цепляют у нас Сумаила. Сумаилу как-то фиолетово на такие зацепки. Вроде бы вообще. Его не продамажили ППД. Пошла ульта от него. Бульба на лоу ХП. Бульба вряд ли отсюда уйдет. Грейв на него. Офисурой подстопили. Все. Грейв заканчивается. Бульба. Бульба на хайграунде уже. Не погибает. Но это вопрос времени. Вот зачем Даггер нужен Сумаилу. Unstoppable. И на хайграунде команды Тим Тинкер творится какая-то вакханалия. Мидлейн падает. И ничего собственно сделать нельзя. Снайпера нет. А Бристалбека тоже нет. Кто будет дефать не ясно. ЕГЭ не надо отсюда уходить. Я думаю можно будет и на топ переместиться. 43 секунды. Ни одного ни второго. Чего вы боитесь? На нижний лайн пошли игроки команды ЕГЭ. Фир заходит на хайграунд. Начинает наваливать по Тауру. Крипы здесь стоят. Поэтому можно бить. Бэкдор протекшена нет. Баттл транс. Ну и все. Тауэр сыпется. 26 секунд. Не будет ни Бристалбека, ни Снайпера. Сумаил. Разультился. Разорвали еще двоих. Я думаю это ГГ. Тинкерам не надо особенно думать. Да. ГГ в Пеппи. Что у нас... Ну Блэк конечно. Кто еще? Кто еще управляет этой командой? Я думаю Тим Тинкер пора подумать. Надо им веселье или надо им хоть немножечко, хоть как-то не терять лицо на матчах. Потому что это немножко, ну как сказать. Так что помягче. Тошнотворно это смотрится. Вроде официальные матчи. А вроде бы это что игрушки что ли вам Дота. Это все слишком серьезно. Чтобы позволять себе такие вольности. Ладно. Второй матч ответный у нас будет сейчас. В принципе матчи между собой не связаны никаким образом. Просто для удобства в два объединяют две встречи Best of Fun. Ждем. Пока что ЕГ 1-0 выигрывают. Кто-то там свои рарочки приумножает. Как я понимаю. Или может быть есть такие полумные люди, которые на Тим Тинкер ставили. Я прошу прощения. Если вдруг вас обидел. Но это конечно полный маразм. Ладно. Переключимся пока на музыку на заставку. Через 3-4 минуты возвращаемся в эфир. Субтитры сделал DimaTorzok